Привет, друзья! Сегодня непростой выпуск, это не обзор. Сегодня мы поговорим о том, как правильно покупать в интернете. В слово «правильно» я вкладываю экономно, без обмана. Как отличить подделки, как покупать БУ-технику, какие бывают площадки, где какие плюсы и где какие минусы. Поэтому с вас подписка, плюс лайк, с нас полезная информация. По-моему, все честно. Никому не двигаться! Где восстановленный айфон? Продавец нас, естественно, послал куда подальше. Можете проверить, врет вам человек или не врет. Ну, если он вам спит. Ну, что, бывает, спи. Все, отдали больше всего денег. Не беспокойтесь ни о чем. Спокойствие, благодать. В практической части мы будем с вами покупать айфон. Я выделил 4 типа площадок или каналов в общем категории, где вы можете приобрести электронику или в нашем случае айфон. По сути, в России два агрегатора. Это e-каталог и гугл-покупки. Раньше был Яндекс.Маркет, но теперь он перешел во вторую категорию, о которой мы поговорим. На агрегаторах самое главное преимущество – это очень низкая цена и возможность сравнивать цены между магазинами. Но там есть небольшие минусы. Во-первых, как правило, за самую низкую цену вам нужно будет заплатить наличными. А во-вторых, ну, можно просто лажануться и попасть на какой-то обман. Но я вам все расскажу. Следующая категория – маркетплейсы. Это как наши отечественные – Ozone, Wildberries или тот же Яндекс.Маркет, который стал уже маркетплейсом, так и зарубежные, например, Алиэкспресс. И самое важное, что дает нам маркетплейс – он выступает всегда третейским судьей и, как правило, на стороне потребителя. Например, если вы смотрели недавно обзор про Xiaomi 12 Pro, у которого запотевает основная камера, мы покупали его на Алиэкспресс, отправили жалобу продавцу. Продавец нас, естественно, послал куда подальше, но в этот спор вмешался Алиэкспресс. Поэтому, когда выйдет это видео, я думаю, мы уже сможем написать вам, чем же все-таки разрешился этот спор и помог ли нам вообще Алиэкспресс. Третья категория – это крупные федеральные сети и фирменные магазины. Я их объединил в одну группу, скоро вы поймете почему. И, как правило, потребитель, ну или мы с вами, какие мы потребители, мы люди, мы хуй на блюде. Как правило, мы выбираем эту категорию в двух случаях. Во-первых, если перед нами стоит какая-то важная или дорогостоящая покупка, и чтобы купить в месте, которому мы больше всего доверяем, мы идем именно туда. И за это, естественно, переплачиваем. И вторая категория людей, кто уже заработал много денег, кому не нужно особо сильно экономить, для кого этот вопрос несущественный. И, скорее всего, это видео не для вас. И четвертая категория. Я называю ее «дремучий лес». Это самая опасная категория. Инстаграм-аккаунты, группа ВКонтакте, Авито. Причем и БУ, и новая техника, которую можно купить на Авито. Там, где нас больше всего могут обмануть. Давайте обо всем об этом и поговорим в практической части. Ну что, поехали. Нас интересует iPhone 11 128 черного цвета, золотая середина, самый популярный iPhone. И начнем. Для начала, заходя на e-каталог, мы видим обычные классические магазины, их цены. И вот здесь есть так называемая сортировка. Мы сразу определяем по цене. У нас выбран черный цвет. И давайте я вам расскажу про первый лайфхак. Если мы перейдем на Яндекс.Маркет и также отсортируем все предложения по цене. Далее, опять же, по цене. Сайт. Электрозон. 11 128 53 990. Этот же самый сайт на e-каталоге. Тот же самый телефон. Абсолютно тот же самый телефон. Стоит 47 490. Вы видите разницу? Эта разница как раз-таки посредническая. То есть, на Яндекс.Маркете магазин вынужден продавать дороже за счет того, что платит комиссию, за счет того, что возможны оплаты по карте и так далее, и так далее. То есть, если вы на Яндекс.Маркете нашли какой-нибудь интересный вам магазин, проверяйте, есть ли он на том же агрегаторе e-каталог. И, возможно, вы купите все дешевле просто напрямую у магазина. Большая экономия. Мы видим на e-каталог три магазина стоят по какой-то странной, неадекватной цене. На 6 тысяч дороже, чем все остальные магазины. Нам нужно обратить внимание, что на названии написано «как новый». Но я знаю, что iPhone 11 еще официального, как новый, нет. Потому что, как правило, реферберш, то есть официально восстановленный iPhone, выходит после того, как заканчивается производство. А iPhone 11 еще продается. Давайте позвоним и реально все узнаем. Добрый день, добрый день. Здравствуйте. Я хотел бы узнать у вас iPhone 11 128 Black как новый. Официальный как новый или это какой-то другой? Восстановленный, но неофициальный. Неофициальный, да? Потому что, по-моему, официальных еще нет. Да, я правильно же понимаю, что они еще не вышли? Ну, 11 Pro, например, 11 Pro Max такие есть. А 11 их пока не видели. А там белая коробка или, ну, обычная коробка? Это как, вы просто сами его восстановили? Нет, на заводе сделают. А гарантии вы даете на него? Да, два года. Ну вот, как я и говорил. Официальных новых нет. Это ребята сами восстановили. Дали два года гарантии. Это, конечно, хорошо, но будут ли они обслуживать вас эти два года, об этом, конечно, никто не знает. И, конечно, когда разница вот такая, 1006, я бы не рисковал. Знаете, что официальные рефербэш аппараты, они всегда в белых коробках. И также официальный айфон рефербэш можно отличить по партномеру, по артикулу. Он может начинать с буквы М, с буквы П, с буквы Н или с буквы Ф. У каждого есть своя причина, но это официально восстановленные айфоны. И я бы доверял магазинам, которые хотя бы 3-4 года уже находятся на площадке Е-каталог. Но давайте возьмем один из магазинов, который продает товар чуть дороже. Это новый товар. Он стоит, давайте на этом примере, 46 400. Как нам понять, хороший это магазин или плохой? Мы выделяем название магазина. Заходим в Яндекс, вбиваем, пишем. Отзывы. Во-первых, мы видим, что у магазина есть верификация так называемая. Мы видим, что 1100 отзывов. Есть хорошие отзывы, наверняка есть плохие отзывы. Если посмотреть, то в принципе, очереди, очереди, это, кстати, хорошо. Доставка персонал, выбор товара. Но одними из самых важных отзывов являются отзывы на Яндекс.Маркете. Этот магазин не представлен на площадке Яндекс.Маркет, но ранее он там размещался. И заходя именно эти отзывы, никакие не отзовик там или еще что-то, а именно отзывы Яндекс.Маркет. Мы видим, что у магазина очень много отзывов. Видите, 303 плохих отзыва, 78 не очень хороших отзывов, но более 6000 отличных отзывов. Поэтому я бы доверял этому магазину. Точно так же вы можете проверить абсолютно любой другой магазин. На что стоит обращать внимание, когда вы читаете отзывы? Во-первых, на то, отвечает ли магазин на эти отзывы. Если посмотреть, то на некоторые отвечают, на некоторые нет. То есть это значит, что магазин следит за своими отзывами. Те, кто думают, что в Яндекс.Маркет можно накрутить отзывы, поверьте, я знаю это. В Яндекс.Маркет практически невозможно накрутить отзывы. Вот где угодно можно накрутить отзывы, только не Яндекс.Маркет. Там очень хорошая система фильтрации. И так же мы с вами всегда читаем, как правило, негативные отзывы. Это правильно. Мы выбираем негативные отзывы. И самое главное нам посмотреть частоту этих негативных отзывов. Потому что, естественно, они должны быть. Негативные отзывы есть у любого магазина, и это нормально. Но смотрите на частоту. Неделю назад, две недели назад, месяц назад, два месяца назад, два месяца назад. Это говорит о том, что магазину оставляют негативные отзывы, но это происходит крайне редко. Конечно, можно вчитываться в отзывы и понимать всю проблематику. Но также нужно посмотреть и положительные отзывы, насколько они часто оставляются. Главное, чтобы у хороших отзывов было хотя бы процентов 95. Тогда это считается нормальным магазином. К рабочим, которые и ошибаются, и не ошибаются. Ну, все мы ошибаемся. Чего вы вспомните себя? Чего, ни разу не ошибались, что ли? М-видео. Как я уже говорил, это одни из самых дорогих цен на рынке. Но, естественно, у вас здесь все просто. Заплатили денег, вам все привезли, все прозрачно, все белое официальное, без каких-либо подделок и так далее. Все, отдали больше всего денег. Не беспокойтесь ни о чем. Спокойствие, благодать. Как правило, все эти цены, которые мы видим с вами на Е-каталог, продиктованы тем, что вы сможете купить у них товар за наличный расчет. Оплатить по карте практически невозможно ни в одном из первой десятки или пятнадцати магазинов. Далее, давайте я вам расскажу, как купить неактивированный iPhone, потому что бывает так, что вы можете купить активированный. Даже он может быть упакован. Даже новые шильдики, вот эти наклеивающиеся, которые на новых iPhone 13, уже без салофана, их тоже можно заказать в Китае, наклеивать, и вы будете думать, что вы покупаете новый iPhone. Но на самом деле он может быть активирован. Если вы хотите проверить серийный номер и увидеть, когда активирован или вообще был ли активирован iPhone, то нужно пройти на сайт Apple.ru. Чтобы долго не искать, в поиске напишите «Проверить право на сервисное обслуживание». Я вбил свой серийный номер. Мы видим, что у меня право на обслуживание и ремонт, предполагаемая дата окончания, 24 сентября. То есть, значит, я покупал 25 сентября свой iPhone. Это очень важно, особенно, когда вы покупаете товар на Авито. Особенно с рук. Если у вас добросовестный продавец, то как вы можете начать разговор? Во-первых, спросить, сколько он им пользуется. И если он скажет, например, «Я пользуюсь своим телефоном всего лишь 4 месяца, я даже не успел попользоваться, ля-ля-ля-ля-та-па-ля». После вы можете спросить у него, а не мог бы он дать вам серийный номер. Тем самым вы как раз-таки можете проверить, врет вам человек или не врет. Ну, если он вам спиздил. Ну, чё, бывает, спиздил. Но на Авито также продают и магазины. Я забил iPhone 11 128. Нашел конкретный магазин. Цена 42 990. Вообще, просто очень хорошая цена. Сомнительная даже. Давайте позвоним и спросим, что это они там продают. 11 iPhone 128 ГБ 42 990. Да. А это новый телефон? Да. Ну, то есть не активированный, ничего, то есть абсолютно новый, не пользованный. За 42 990 это идёт новый восстановленный телефон, запечатанный. А, восстановленный, вы сказали. Да, это восстановленное устройство. Ну, кто-то ещё говорит, что это обновлённое устройство. Угу. Вот. Такую стоимость, если даже и ниже, чуть выше, ну, устройство будет 100% восстановленное. На нём менялись просто запчасти. Все, кроме материнской платы. 11 128 не восстановленный. Да, да. 45 990? 46 990. 46 990. Цвета. Да, цвета. Цвета зависит. Ну, по серийному номеру, ну, можно будет проверить, что он там, ну, типа не активированный, вот это вот. Конечно, конечно. Конечно. В итоге, когда вы покупаете устройство, в любом нормальном магазине, до оплаты вы можете проверить устройство по серийному номеру, активировано оно или не активировано. Но, если вы покупаете с рук, и серийным номером всё окей, и, в принципе, история даже клеится, всё классно, что нужно проверять ещё? В первую очередь, покупая на Авито, проверяйте, насколько сильно израсходована батарея, её ресурс. И если вам человек говорит, что он пользовался телефоном год, то максимум, что у него может быть, это процента 94 остаточного. Если у него процентов 85, то это, скорее, уже более двух лет использования телефона. Если и того больше, то это считается, что очень давно пользовался телефоном. И когда на Айфоне около 75% или 80% остаточной ёмкости, считайте, что батарейки у вас нет. То есть, либо вы сразу идёте в сервисный центр и меняете батарейку, ну, либо постоянно бегаете к розетке. Также при покупке с рук вы можете купить Айфон с заменённым экраном, с неоригинальным экраном. Я не буду рассказывать о том, как это сделать в этом видео. Оно у нас есть. Подсказочку я оставлю вот здесь. Ну и также оставлю ссылку в описании. Это видео рассказывает о том, как понять, какой оригинальный дисплей, какой неоригинальный дисплей. Поэтому переходить по ссылочке далее. Есть группы в Инстаграм или группы ВКонтакте. Вы видели, наверное, такие рекламы. Я купил тысячу наушников, к нам на склад приехало тысячу AirPods. Всегда, знаете, в 99,9% случаев это всё неоригинальная продукция. Когда вы переходите в профиль Инстаграм, обязательно обращайте внимание, есть ли у магазина физическое присутствие, есть ли у них отдельный сайт. То есть, Инстаграм является каким-то дополнительным каналом или Инстаграм является основным каналом. Если Инстаграм основной канал, не очень бы доверял бы таким магазинам. Не покупайте подделки. Всё очень просто. Поверьте, оригинальной продукцией вы будете пользоваться в несколько раз дольше, чем неоригинальной. То есть, неоригинальная продукция, она порадует вас, ну, буквально, на какое-то короткое время. Да, у вас будут крутые наушники, и вы немного потратили денег. Но, они будут ломаться намного чаще. Если они сломаются, вы никогда их не почините. Потратите вы три раза на неоригинальные, и это и была бы стоимость оригинальной продукции. Поэтому, друзья, скупой платит дважды, бесплатный сыр только в мышеловке. И мы не настолько богаты, чтобы покупать такие дешёвые вещи. Если вам эти принципы понятны, то подписывайтесь на канал. С вами был Александр. Это канал JustUsed. Всё. Пока.